То когда в украинском небе появится F-16, это будет черный день для армии РФ. Я командовал судно, я принимаю решение. Я не полечу. Развернулся и ушел. Страх и паника российской авиации. Это первая партия самолетов из так называемой коалиции истребителей. Российский народ как никогда консолидирован. Вы только посмотрите, как украинская пропаганда буквально выворачивает слова президента России Путина, чтобы только доверчивая аудитория поверила в новое вундерваффе Запада, переданное ВСУ. Клепают один за другим ролики о якобы страхе и конце российской авиации. Мол, НАТО переиграло Путина и вот теперь-то с появлением в небе истребителей F-16 наступит перемога. Только вот для начала хочу показать, как на самом деле президент России прокомментировал новость о поставках Украине американских боевых самолетов. Танки горят. Несколько танков уничтожено. Это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений вне. Меня зовут Вургвальна Рахабирова. Расскажу, как Запад снова гонит украинцев в наступление, придумывая безумные и убийственные ходы. Немецкое издание Die Welt сообщило, что в ближайшие месяцы, после получения истребителей F-16 от Норвегии, ВСУ пойдут в наступление с упором на Крым. Отмечается, что от украинского плацдарма на левом берегу Крынок до полуострова около 70 километров. То есть расстояние выстрела Хаймарс. Украинские пропагандисты уже стали отрабатывать повестку. Крым первым будут брать, а Донбасс потом. Потому что взять Крым проще, теоретически, чем Донбасс. Убрать Черноморский флот, взорвать Крымский мост и нанести удары по базам, массированные ракетные удары по базам русских оккупантов. И все, и можно заходить в Крым. Инагент Гордон про плачевную для ВСУ ситуацию на фронте, про самоубийственную миссию украинских морпехов для пиара Зеленского в Крымках, конечно же, не стал говорить. А вот Вашингтон-Пост пообщался с украинскими солдатами и цитирует их слова так. Бросили, как кусок мяса волкам. Мы несем много потерь. В соцсетях появилось видео, как лодки с украинскими диверсантами встречают мощным огнем армия России. Один раз только покажу. Под таким шквалом оружия огня пересуваются Дніпром члены морпехов и подраздели ТРО при форсировании и выполнении логистики в день и в ночи. А вот падает подавленный хрупачий дрон в пиаре. Реальный жах. А я напомню, что Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, хотя ранее заявляла, что не будет поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Информация о поставке вооружения указана на официальном сайте норвежского правительства. Ранее в интервью португальскому телеканалу украинский президент сообщал, что сейчас у Киева есть договоренность с Западом о поставках около 50 самолетов. И по традиции просил еще. Всего нам нужно где-то около 160, чтобы это был мощный полетный флот, который не давал возможности России доминировать в небе. По данным разных СМИ, украинские воздушные силы уже получили истребители. А замминистра обороны Украины Павлюк сообщил, что в ВСУ уже готовят аэродромы под F-16, а вокруг них идет укрепление ПВО. Сообщалось, что на Западе проходят обучение летчики и инженеры. К слову, покажем, как это все происходит. О том, что ВСУ уже получили F-16, сообщил закрытый телеграм-канал «Рыбарь». До 12 боевых и 3 самолета учебных находятся на территории Украины, сообщается. К середине весны планируется передача еще одной эскадрильи. ВКС России в связи с этим активно наносит удары по Староконстантинову, Днепропетровску, Кривому Рогу, где еще могут базироваться американские истребители, сообщила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны. В Польше, Словакии и Румынии. Таким образом, Североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте. На самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины. Стоит отметить, что истории о западных вундерваффе для Киева с начала 2022 года мы слышали немало. Только ни одна из переданных союзниками Украины систем не оказала серьезного влияния на фронте. Ну а как будут развиваться события дальше, обязательно расскажу в следующих выпусках. Это Лента В24. Подписывайся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok